Всем привет, ребят! Меня зовут Юля, и сегодня я снимаю такое особенное видео, которое, наверное, я должна была снять ещё год назад. В общем, сегодня я буду отвечать на негатив, на неприятные комментарии под моими видео. В общем, я, честно говоря, не знаю, какие будут комментарии, потому что сегодня в качестве такого добрейшего хейтера будет выступать моя лучшая подруга. Она будет читать мне негативные комментарии обо мне, и мы будем как-то, ну, я, на них отвечать, и, может быть, защищать свою точку зрения. В любом случае, хочу сказать большое спасибо всем, кто меня смотрит, кто оставляет хорошие комментарии, для меня это очень важно, приятно. И сейчас, конечно, я вижу, что на моём канале, в Инстаграме очень много позитива, и, конечно, это очень вдохновляет. Я вас очень люблю, и спасибо большое. Ты волнуешься, да? Ну, не то чтобы я волнуюсь, но я же как бы видела комментарии многие неприятные, но могу сказать, что сейчас я изменилась в лучшую сторону, в том плане, что я просматриваю комментарии. Я подтверждаю. Да, то есть то, что раньше я не делала, потому что мне казалось, ай, ну чё там читать, всё равно какая-то фигня, наверное. Сейчас я совершенно по-другому к этому отношусь, может быть, я повзрослела, может быть, я пересмотрела свои какие-то взгляды на общение с зрителями, я не знаю. Но сейчас я просматриваю все комментарии под моими видео, под моими постами в Инстаграм, я на всё практически отвечаю. Если на Ютюбе я, может, не на все комментарии отвечаю, но я все их вижу, в Инстаграме я обычно на всё отвечаю. И очень мало негатива, и это, конечно, приятно. Это сейчас, да. И это, конечно, здорово. И поэтому... Где ты, негатив нашего друга? Я хочу сразу, да, сказать, что негатив был давно, сейчас его, слава богу, нет, но круто, что ты решилась на это ответить, потому что люди, наверное, ждали всё-таки от тебя какого-то фидбэка по этому поводу. И я заранее извиняюсь перед тобой, Юль, за то, что я выбрала такие гнусные комментарии, мне придётся их читать, расскажу, мат буду переделывать под свой лад. Это жаль. Ну да ладно. Начнём с большого. Впервые комментирую, но, увы, этот первый комментарий, видимо, будет не особо приятный. Я помню, что раньше обожала Юлю до невозможности, вдохновлялась, смотрев её видео, но теперь невозможно смотреть видео. Скучные, однообразные и бессмысленные. Что сказать, я согласна полностью? Всё, до свидания. Нет, я честно, я признаю свою вину, я понимаю, что то, что я снимала раньше, ну, как бы, это не очень. То есть сейчас даже, когда я сажусь просто, не то чтобы сажусь монтировать видео, я бегу монтировать видео, потому что мне хочется их скорее смонтировать, высветить, потому что они мне нравятся. И при монтаже я улыбаюсь и смеюсь, и, конечно, всё по-другому совсем. Сейчас я взялась за ум, за идеи какие-то и стараюсь, чтобы всё было прикольно, так же, как раньше, ну, как раньше в хорошем смысле, когда были хорошие времена, когда я снимала от Душински. Потом я просто в какой-то момент расслабилась очень сильно. Перегорела. Перегорела. И да, это сто процентов так, потому что у меня очень часто были такие мысли, что мне это надоело, я уже не хочу снимать. Не знаю, что снимать, нет никакого вдохновения, желания, ничего такого. Но сейчас я не знаю, что произошло, но мне снова захотелось, не знаю, испытать себя, снова начать, то есть, можно сказать, начать YouTube с чистого листа. Я не знаю, конечно, не с чистого листа, и много лет прошло, и много контента было, и неприятного, который вам не нравился, видосы, которые не заходили, я это прекрасно понимаю. И есть видео, о которых я жалею, что вообще я их выставляла, и у меня было очень много, кстати, классных видосов, которые я тоже не выставляла, потому что я боялась, что они не зайдут, не понравятся. В общем, много разного было, но сейчас произошло что-то такое, что я поняла, чего от меня ждёт моя аудитория. То есть, это очень сложно, я считаю, то есть, понять, что от тебя ждут, это всегда было проблемой для меня, потому что вроде как, то есть, раньше я что-то делала, им нравилось, а потом в какой-то момент я, чтобы я не выставила, всё не нравится, всё не заходит, и, конечно, я виновата. Ну, я рада. Нет, я... Нет, на самом деле, я тоже только недавно поняла, чего от меня ждёт моя аудитория, и самое главное, я поняла, чего ждёт от тебя твоя аудитория, они ждут юмора, эмоций и живости. Это как раз следующий комментарий, что раньше у тебя очень любила, сейчас видосы без эмоций, да и вообще как будто бы на отвали, отписка. Когда ты творческий человек, у тебя нет вдохновения и желания, это будет сделано, даже если ты это хочешь сделать хорошо, это, ну, вероятность того, что это получится на отвали, как люди говорят, так и выходит. Когда ты заставляешь себя снимать видео, то есть у меня очень много видосов на моём канале, вот последних, не сейчас которые, а вот до того, как я начала более такие интересные видео снимать, ну, как интересные более те, которые вы хотите от меня видеть. До этого у меня было много видосов типа ответа на вопросы, где я даже не заканчиваю вопросы. Я даже могу объяснить, почему я так сделала. Мне показалось, что это будет какая-то интрига. Что за ответ на вопрос? Да, и это тупо, это тупо, я это понимаю, всё, всё надо. Я просто могу сказать, что когда ты заставляешь себя что-то делать, у тебя это не получится так классно, когда ты делаешь это от души. Поэтому сейчас, я уверена, вы все прекрасно понимаете, то, что я делаю, это от души. Я очень много времени провожу в интернете, читаю комментарии, ставлю лайки, общаюсь с аудиторией. То есть я стараюсь максимально наладить отношения, которые когда-то были, скажем так, немного испорчены. Испорчены за счёт того, что я просто... Я не могу назвать это типа ленью, это просто я перегорела в какой-то момент очень сильно, и всё. Это очень круто, что ты стала фидбэк какой-то от зрителя получать, и читать, и видеть его, потому что я, когда это начала делать, я тоже как бы поняла, что у меня всё пошло в город, так что думаю, что всё будет хорошо. Я думаю, что общение со зрителями всегда очень вдохновляет. То есть это даже когда ты идёшь грустно и встречаешь своего подписчика на улице, у тебя сразу типа, блин, да вот ради чего я это делаю, вот ради чего я снимаю, там, не знаю, трачу время на какие-то съёмки, заморачиваюсь, ещё что-то делаю. Ради такой реакции, ради людей, которые тебя смотрят. Конечно! Следующий комментарий, честно признаюсь, я с ним полностью согласна. Как-то недавно у тебя вышло видео, где ты говоришь про вещи, которые ты поняла за свои года. Да. Да. И вот что девочка пишет. Ерунда, а не видео. Я согласна? Нет, она позиционирует свой ответ очень хорошо. Все эти цитаты есть в интернете, мы их и без тебя знаем. Надо рассказывать, что ты поняла, как ты это поняла, почему ты поняла, как ты этому пришла, а не тупо цитаты рассказывать. Я тоже поняла, что надо себя любить. Не потому что цитаты прочитала, а потому что в трудный момент от меня отвернулись люди, которых я любила. И вот с тех пор я люблю только себя и своих близких. Вот действительно, у меня к тебе вопрос, почему ты каждую цитату, они классные. Это не цитаты из интернета. Я все это читала в ВКонтакте. Серьезно. Нет, это, типа, я смотрела несколько видео, где люди тоже рассказывают про факты, но если это те факты, с которыми я полностью согласна, то, что так же и у меня, почему я должна их как-то перефразировать, типа, и то, что я не объясняла, почему я, например, начала себя любить. Это главная ошибка была. Короче, я просто не думала то, что я должна объяснять каждый факт. Да, я понимаю, что видео могло получиться намного интереснее, душевней. Да, в нем нет души. В нем нет души, но в нем есть факты. Я, конечно, наверное, уже не буду уж переснимать такое видео, это глупо, но сейчас я бы сняла это видео совсем по-другому. Скорее всего, я бы, конечно, и объяснила больше, и просто мне показалось... Просто я... Вот это вот я сейчас говорю, что я сейчас только понимаю, что хотят от меня люди. Только сейчас, не тогда, когда я снимала это видео. То есть, если бы я знала тогда, я бы, конечно, сняла это видео намного дольше, а там я просто чирик-чирик-чирик-чирик-чирик по полочкам расставила и как бы... Ну, пока. То есть вот так, потому что я тогда думала, блин, сделать слишком длинное видео неинтересно будет, ну, чем усолить все моменты. А с другой стороны, ну, как бы короткое, может, лучше зайдет людям, потому что не все любят смотреть длинные видео. Да, брат, не все. Хотя я люблю, конечно, тоже длинные видео смотреть, и если вы заметили на моем канале, очень много длинных видео. Нет, я просто хочу тоже сказать, что важно, когда ты... Вот люди хотят тебя узнать. Они хотят узнать, почему ты решила, что надо там доверять столько близким. Если ты рассказала его историю, как тебя кинули, это было бы гораздо интереснее слушать, потому что это как, типа, стори-тейлинг. Ну, это как поделиться опытом с Люми. Я понимаю, да. А здесь, получается, ну, реально, я просто... Вот реально, я слушала тебя, и я понимаю, что я все это уже читала прям в цитатнике в ВК. У нас было с тобой видео, где ты выплевывала еду из Макдональдса, и очень многие люди восприняли это очень плохо. Честно говоря, было так противно, когда Юля выплевывала, пишет, Лиза, что ты ей ответишь? Не помню, что за видео, где я выплевывала? Мы пробовали все меню из Макдональдса, и каждый бургер ты выплевывала, и очень много негатива было по этому поводу, что, типа, надо было вырезать, надо было это не показывать, как ты могла. Вот видишь такой момент? Иногда кажется, что люди должны видеть, какой ты реально есть. Я просто... Не знаю... Я бы поражала, если бы увидела у кого-то такое, у кого-то из блогеров. Я бы, если бы увидела, что кто-то... Да, это может, конечно, не самая красивая картина. Я согласна полностью с тем, что много людей, которым это может не понравиться, но просто вы поймите, то, что делаю, например, я, это я делаю таким, каким мне бы это понравилось у кого-то, например, посмотреть. Наверное. То есть я просто видела несколько видосов других блогеров, которые тоже там что-то выплевывали, делали какие-то такие мерзкие вещи, на которые не все любят смотреть, но я просто один из, наверное, немногих, не знаю, людей, которым нравится смотреть на мерзости. Я помню нашу с тобой любовь к ТЛС-каналу и к всяким прыщам выдавливал. Мне нравится смотреть как-то кому-то, прыщи выдавливают, как бы это мерзко не звучало. Я не знаю... Мне нравится смотреть не потому, что я думаю, вау, как красиво! Нет-нет, поэтому. Мне нравится это смотреть потому, что я испытываю такие эмоции, типа фуууу! Вот такие! И поэтому я люблю испытывать какие-то эмоции. Хочешь выдавить мой прыщ? Не. Откажись, брат. Поэтому. Зато видео нормально по просмотрам набрало. Многим понравилось, многие ржали. Мне писали даже блогеры то, что ха-ха-ха, это пипец как смешно получилось. Там очень хорошо по просмотрам. А Ладони, справились там? Дальше продолжаем ее мутузить, как Туза и Гренку. Давай. Это такая рекламная вставка. Перерив. Перерив! Это как это называется? Переход. Можешь везде вот такой вот стандарт. Бесит её акцент. Такой детский, тёнь, я не знаю, безюмно. Что ты на это скажешь, безюмная моя девушка? Я думаю, что тоже от настроения какого-то зависит и от людей, которые рядом со мной находятся в этот момент. Ты, ну, наверное, уже поняла, что очень часто то, как я говорю, то, как я себя веду, зависит от того, кто рядом со мной находится. Конечно. Да, конечно. Потому что я это не делаю специально. Меня это так раздражает, то, что я никогда не выдавливаю из себя какие-то там фразочки. То есть я это делаю, потому что я так чувствую в данный момент. И, конечно, как я сказала, зависит от того, кто рядом со мной находится и в каком я настроении. Если я что-то вижу, очень няшно, я думаю, ну, типа, да, я могу как ребёнок как-то отреагировать. Не знаю, многих это бесит или нет. Скажу честно, мне это тоже режет слух, потому что я знаю, как ты можешь говорить, и знаю, что какие-то искажения слов уместны только, когда ты разговариваешь со своей собакой или с каким-то ребёнком. Это реально мило. Но когда получается обычная речь, хочется слушать конструктивную такую, эту хорошую речь, да? Ну, или такую. Просто иногда есть такие вещи, которые меня очень сильно радуют, приводят в какой-то такой невероятный детский восторг, что я иногда действительно могу отреагировать так, типа, вот я тебя безумно обожала. Ну, было похоже. Потому что это такой, типа, ну, как детский восторг. Проблема Юли в том, что она не умеет смеяться над собой. Она всегда думает, ой, а вдруг тут я выгляжу как-то не так. И очень это заметно. Раньше она такой не была. Но время идёт, и люди меняются. Поэтому она имеет на это полное право. А нам остаётся принимать её такой, какая она есть. Те, кто с самого начала с Юлей, мы тебя любим, такая, какая ты есть. Это положительный комментарий, но здесь есть ноточка негатива. Ну, смотри, ну, во-первых, приятно, конечно, всё равно, что люди поддерживают и любят такое, какая есть, и готовы принимать меня. Это, конечно, очень подбадривает. Но, да, конечно, я помешана на своей внешности. Это ни для кого не секрет, по-моему. То есть я этого... Нет, не секрет. Сейчас секрет раскрою. Они говорят именно о твоих, там, показать себя снизу, показать свой прыщ вблизи, показать какой-то неудачный рак. Типа я этого не делаю? Сейчас ты стала... Если в сравнении со влогами с дачи, когда каждый кадр, это где мы показываем свой, грубо говоря, рот вблизи, или что-то такое. Ну, всё это можно объяснить. Ну, как я и сказала, я возрослела, и несмотря на то, что я остаюсь такой же жизнерадостной, весёлой, позитивной, могу так же угорать, рассказывать про свои прыщи спокойно, потому что мы все люди, и... Ну, не у всех, конечно, но у многих есть прыщи. Ну, я не стесняюсь многих вещей. Ну, Карина знает, я могу спокойно, открыто говорить о многих вещах. Просто не всегда мне хочется на камеру показывать какие-то свои недостатки. Но мне кажется, что как раз-таки на нас пришли смотреть за какой-то... За недостатки. Привет, недостаток есть один? Покажи. Ну, я говорю к тому, что вот реально им интересно будет такая жизнь, а не кукол. Я понимаю, что это кайф, конечно. Мне тоже намного приятнее смотреть на людей, у которых больше недостатков, чем у меня, например. Это как, ну, даже не то, чтобы больше, а просто я смотрю, думаю, типа, ой, какой у неё ужасный прыщ. Ну, ну, не боится его показать. Молодец. Просто мне-то хочется быть взрослой такой, красивой, женственной, элегантной. Мне кажется, надо разделять просто. Нужно разделять какие-то серьёзные видео, там сидеть... Просто, конечно, когда я смотрю, я показывала Славе видео, влог сдачи с Альбертом. Не реакцию, а именно влог. Недавно, чтобы вы понимали, после двух лет отношений. Да, но он не видел, не смотрел. Считаю, что это большая его грубая ошибка. Но когда он посмотрел, особенно вот на моменте, где ещё мы с братом играем, где я какаха говорю, он говорит такой, типа, за это точно ты? Ну, потому что я не веду себя так, как бы. Ну, со Славой именно. Не всегда, хотя мы дома можем тоже. Я могу им сказать, иди сюда, подойди, короче. Вот так вот можем поугарать, поприкалываться. Но, понятно, это... Нет такого, что я сейчас могу успоко... То есть в повседневной жизни я очень редко говорю с кавказским акцентом. Не то чтобы очень редко. То есть чаще, когда мы с Кариной видимся, мы говорим так. И когда видео снимаем совместно, и нам по приколу это прямо вот само выходит. Ну, как вы уже поняли, я не отвечаю на какие-то негативные моменты по поводу моих ресниц. То, что раньше писали. Да, я даже не выбирала эти вопросы, потому что это известно всем. Это делает себя уверенной. Я вообще считаю, что это твоё дело. Сейчас, кстати, я хочу сказать, заметить, что мне кажется, то, что ты стала делать меньше объём, тебе гораздо так лучше. А я даже могу сказать, почему я так стала делать. Почему? У меня похудело лицо, и моё нависшее веко меня не так сильно раздражает сейчас. Может быть, оно даже стало меньше, не знаю почему. Но мне сейчас очень комфортно с такими ресницами. Я не думаю о том, что надо побольше добавить ресниц, либо добавить теней, чтобы что-то такое... Но мне сейчас естественнее стало. Ну да, и мне самой так комфортно. То есть, как бы, моя мама очень долго, наверное, ходила, молилась, чтобы я скорее, ну, одумалась и начала как-то стараться выглядеть более натурально, естественно. Потому что, конечно, это красиво, и мне самой нравится, естественно, натуральная красота. Но я не говорю о том, что натуральная красота в том плане, что вот ничего с собой никогда не делала, зато красивая пипец. Я считаю, что давайте опустим эти моменты. Просто можно выглядеть красиво, но при этом не выглядеть вульгарно, в принципе, чего я и хочу. Ну, мучила, брат. Есть ещё один, он довольно-таки жёсткий. Давай. Смотрю твои видео уже давно, точка. Но реально заметно, что ты очень медленно развиваешься как личность. Возможно, то, что ты не училась в институте и нету как таковых навыков общения в мире реальных людей, словарный запас слабый. Такое впечатление, что ты остановилась на уровне 11 класса школы. Я действительно не хожу сейчас в институт, но с осени я планирую пойти учиться. Нормали. Не, ну если не в институт, то на какие-то курсы пойти это 100%. Ну, то есть я сама хочу, потому что я сейчас, только сейчас, то есть многое произошло после того, как мне исполнился 21 год. Очень многое поменялось. У меня каждый год, когда исполняется мне какое-то там определённое количество лет, я меняюсь очень сильно. Я понимаю так, вот мне там уже 18, ну, реально очень сильно поменялось. В 18 лет я очень сильно изменилась, и так вот ещё больше, ещё больше. И сейчас 21 год у меня тоже взгляды поменялись и отношения, и сейчас я чувствую, что я хочу получать какие-то знания. Ну, то есть мне уже некомфортно от того, что я действительно там не хожу учиться. То есть я уже чувствую себя из-за этого не такой счастливой, какой могла бы быть. От того, что я не получаю каких-то знаний, навыков, и я понимаю, что я, в принципе, и дома могу просто сесть, начать читать книги. Ну, заставить себя нереально. Просто знаешь, в чём фигня по поводу книг? Я всегда думаю, блин, что бы такого прочитать, чтобы мне вот прям зашло по кайфу. Я всегда думаю, что же мне начать читать? Просто я такой человек, не то чтобы мне неинтересно читать. Например, научиться обрабатывать видео, фото, грубо говоря, я изучу всё, что есть на эту тему. То есть я могу купить там книгу по поводу фотошопа, изучить все вот эти моменты, прочитать её. То есть то, что мне интересно, я готова на эту тему читать хоть там миллион книг, ну, грубо говоря. Просто так читать какие-то рассказы я не хочу. Если читать, то только то, что будет мне интересно в плане поучительным. То есть я, в принципе, ну, действительно, я понимаю, что у меня там проблемы с географией, это так. И также и с биологией тоже есть моменты. Несмотря на то, что я достаточно много всё равно знаю, потому что я считаю, у меня хороший мозг. Я могу очень, на самом деле, много вещей запоминать из сложных слов. То, что, как бы, иногда я даже удивляюсь, как я там помню такие вещи, которые когда-то там где-то случайно услышала. Просто мне надо развивать свой мозг, читать больше, конечно же. Поэтому я обязательно пойду с осени учиться, потому что я чувствую в этом потребность. Зачем ждать осени? Ну, потому что курсы, на которые я хочу пойти, они не с лета начинаются, а там, типа, с таких моментов, как осень. Понятно. В самом деле, я скажу, что всякие рассказы мне тоже читать достаточно скучно. Буквально пару месяцев назад я полюбила читать, и, возможно, тебе надо тоже просто попробовать что-то мотивационное почитать. Пушман. Нет, ты так. Пушман, где твоя аудитория? Пару лет назад было интересно тебя смотреть. Было много просмотров. Что случилось сейчас? Почему ты забросила свою аудиторию? Как я это принимаю? Как я принимаю то, что у меня меньше просмотра, активность и т.д.? У меня тоже так, если что. Подписывайтесь на мой канал. Я могу сказать, что это, конечно, неприятно. Это тяжело для любого блогера, для любого человека, который в интернете работает и всякое такое. Конечно, это отражается и на психике, я не знаю, что поговорить. Но нет, ну... Ты депрессовала по этому поводу? Я не могу сказать, что я прям сидела плакала из-за этого, но да, конечно, я расстраивалась. Но просто я понимаю, что да, это грустно, но я сама в этом виновата и я могу всё изменить. Это сто процентов. Это самая умная мысль, которую я сказала сегодня. Ты можешь всё изменить. И я подписываюсь на мой канал. Огромное количество новых блогеров и снимают абсолютно всё обо всём. И это неудивительно. Просто главное не упасть, ну, типа, подняться с колен, понимаешь? Подняться и пойти дальше, и работать. Поэтому, да, грустно, но... Чёрт возьми, что поделать? Я всегда знала, что придёт тот момент какой-то, да, определённый, когда у меня там начнутся какие-то отписки, там, может, я не знаю, падать просмотры. Придёт день, и там всё станет по-другому, что YouTube — это не вечно. И, конечно, поэтому это грустно, когда этот момент приходит, и ты понимаешь то, что этот момент пришёл. Но грустнее всего, когда ты опускаешь руки, поэтому... Ну, я не могу не затронуть тему, которая так интересна многим. Зачем ты поёшь? Тебе лучше закончить с пением и не позориться. Без фанеры страшно представить, как это звучит. Мне нравится петь. Понятно. Я не согласна с этим комментарием. Я считаю, что если тебе нравится петь, если ты хочешь, если у тебя это получается, хоть и затюнено, может быть, где-то исправлено, если у тебя есть классная песня, ты должна её показать. Нет, я считаю, что у меня хороший голос. Я не к тому, что я, там, певица каких-то, мир не видал. Конечно, уж нет, но у меня хороший слух, и я считаю, что голос тоже у меня хороший. Конечно, если бы я больше занималась, там, вокалом именно... Почему не занимаешься? Тебе это неинтересно? Мне это интересно. Ну, вот я знаю, например, Саша Чистова, Маша Тимошенко, они хотят петь, и они занимаются. Но я знаю, что ты просто поёшь, но ты не занимаешься. Может быть, тебя найти учитель какого-то? Да, ты знаешь, я хочу заниматься вокалом. Просто, типа, тут такой момент, я всегда думаю, блин, а, типа, буду я этим ещё раз заниматься вообще? Просто сейчас я сейчас как раз и, ну, у меня есть Слава, конечно, которая мне в этом помогает. Он же препод вообще по образованию. Да, но я не могу с ним заниматься вокалом. Ну, понятно, я лучше, конечно... Это выше моих сил. Он очень суровый преподаватель. Я думаю, что потому, что я его девушка, да, и когда он что-то такое говорит, я обижалась. Я говорю, вот, встань, я тебя не найми. Но нет, конечно, не так. Ну, и так тоже бывает. Вот, я хочу, чтобы у меня была какая-то команда и какое-то понимание того, что действительно я буду петь, что у меня выйдет песня вот там через месяц или через три месяца, у меня будет ещё новая песня, мне надо её поехать записать. То есть, когда есть понимание того, что работа идёт и у тебя будет вот эта работа, ты хочешь её сделать ещё лучше. А когда ты один раз в год или в два выпускаешь какой-то трек, идти заниматься вокалом, тратить на это деньги и время, ну, мне не очень хочется. Поэтому сейчас я очень хочу этим заниматься серьёзно, профессионально, но и придёт момент, когда я буду знать, что да, у меня там через месяц выйдет новый трек, потом ещё через три месяца у меня выйдет новый трек и клип. Но сейчас нет такого. То есть, сейчас у меня просто есть, типа, две мои песни и две песни, которые записаны со Славой, и на одну только у меня есть клип. Потому что, чтобы ещё снять клип, нужны для этого деньги, либо product placement. Поэтому пока такого я ещё не нашла, пока я, ну, не могу. Мне нравится петь. Я считаю, что если есть возможность, есть желание и ничего тебе не мешает, почему нет? Я не считаю, что мои песни какие-то плохие, мне не стыдно выставлять мои треки. Считаю, очень даже прикольно. Не обязательно прям уметь как-то невероятно петь, чтобы записывать треки, вот честно. Поэтому, если человек хочет, почему нет? Тем более я знаю, что очень многим нравятся мои песни, и мне это очень приятно. Вот, ну, взять, например, даже Катю Адушкину, мне очень нравятся её песни. У неё там нет каких-то супер вокальных вот таких моментов, но они мне очень нравятся, они классные. Я их люблю, я их слушаю, там, знаю какие-то наизусть. Да, у Бузовой нет особо голоса, мне кажется, но мы их тоже слушаем. И у Бузовой песни мне очень нравятся. То есть, тут момент, ну, короче, вы поняли, что вы так глупоишь, тебе ищешь, всё. Ты, конечно, извини, да, но это не влог, а разговор в машине. Тупо весь лог снят почти в ней, за исключением какой-то одной минуты. Мне кажется, что ты не, что не мне одной хочется, чтобы ты показала, что ты делаешь, и тогда не то, что мы смотрим 10 минутный влог в машине. И здесь я могу сказать, что частенько у тебя бывает такое, что ты снимаешь, я еду туда-то, и там не снимаешь. И вот у меня бывает такое, как у зрителя, я смотрю все видео Юли Пушмана, и у меня тоже такой вопрос иногда бывает, потому что я помню, как я ждала твое видео, там, с Гуара Летисян, где она тебя красила. Нельзя было снимать там. Но ты это во влоге не объяснила, я-то это знаю, потому что я твоя подруга, а люди думают, почему ты не сняла, вот у тебя в названии есть, а ты это не сняла. И вот поэтому мне надо больше либо рассказывать, либо больше показывать, вот. Понял, но просто вот даже если я буду больше рассказывать, мне либо надо приехать домой это рассказать, меня просто не вдохновляет уже дома снимать видео, поэтому я постоянно снимаю в машине. Вот, но я при этом не хожу вот в тех видосах, я при этом не ходила на какие-то супер там мероприятия, вечеринки, где вот что-то прям надо было офигенно снять. Просто в основном, куда я ездила, это какие-то салоны красоты, процедуры, еще что-то, еще что-то, типа такого. То есть там не было... Мне тоже интересно смотреть, саму процедуру, то есть ты, все, что ты делаешь, это, в принципе, интересно. То есть, нет, я записывала процедуры тоже, просто те процедуры, на которых я могу это записать, я это записываю, просто есть процедуры, где, например, я в нижнем белье, я же не буду это снимать. Поэтому тут, типа, такой момент. Я могу показать аппарат, рассказать, как он работает, то есть вот то, что про процедуры я показывала, я рассказывала, так и есть. Да. Товерю тебе. Поэтому, да, но сейчас, как вы могли заметить, у меня мало влогов из повседневной жизни, в последнее время я их не снимаю, потому что, потому что я не хочу их снимать в машине. И потому что пока мне вам нечего вот так вот показать из моей повседневной жизни, что вам будет интересно. Поэтому, мне кажется, надо немножко свою жизнь интересную сделать. Кразу красить. Кразу красить всякими интересными штуками. Ну что ж, ребят, я надеюсь, что вам было интересно послушать, как я отвечаю на какие-то негативные комментарии, которые были в прошлом, как вы заметите, сейчас очень много хороших. Спасибо моей лучшей подруге, которая прочитала весь этот негатив про меня. Мне было в радость. Я не сомневаюсь, брат. Вот. Я вас всех безумно люблю и хочу попросить прощения за то, что раньше я снимала не от души. Это действительно так? От души, душевно в души. Когда будешь делать, тогда поговори. Я надеюсь, что те люди, которые про меня думали как-то плохо, может быть, поменяли свое мнение, может быть, я ответила на какие-то ваши вопросы, почему так, из-за чего я так делала. И для меня очень важна ваша поддержка и, конечно же, внимание, потому что я понимаю, что без вас не было бы и меня такой, какая я сейчас есть. И, конечно, за это вам огромное спасибо. В любом случае, я вас безумно сильно люблю. Подписывайтесь на мой инстаграм. На инстаграм Карины, мои лучшие подруги. Я тоже, у меня есть видео на канале, где я отвечаю на негатив. Поставь ссылку в описании. Люблю, целую, обнимаю. И всем пока. Тати не нужен был это в последнем кадре.